Что за трек? А, это тот старый Стало скучно в машине? Загляни в автостиль Вот этому рекламному ролику уже почти 6 лет Мы в 2012 году, когда сюда переезжали, на радио запускали вот этот ролик Я думаю, такой трешовый был Ребят, всем привет! Сегодня к нам в руки попали динамики Loud Sound LS65 Это новинка 2018 года И мы решили их сравнить с одноклассниками Отслушать их, померить звуковое давление, которое каждый из этих динамиков создает на датчике И сделать соответствующие выводы Я в своем инстаграм анонсировал то, что эти динамики появились у нас в продаже в нашем магазине И задал вопрос, с чем их сравнить, с какими динамиками Вы в основном отвечали, нужно сравнить с Арнольдом, с Соло, с М60 Нео и с Патриотами Но, как вы видите, здесь девбонс Арнольдов пока нету Но я думаю, если у нас видео получится не очень долгое, мы их обязательно добавим в конце И они будут тоже в этом ряду Итак, по порядку LS65 стоит 7990 рублей, имеет мощную магнитную систему и номинальную мощность 200 Вт Соло второй версии имеют не менее мощную магнитную систему, но мощность у них уже 300 Вт Девбонс М60 Нео существует очень давно на рынке Они были выпущены года 2-3 назад Это, можно сказать, клоны легендарных фиолеток Этин Саунд 6НД 410 Но мы их тоже на тест, хотя их сейчас в розничной продаже практически нету Ну и динамики Урал Патриот Нео Девбонс М60 Нео легкие динамики По сравнению с предыдущими они имеют гораздо меньший вес У нас, к примеру, в Опеле стояли по 12 динамиков в каждой двери Мы выступали на них уже два сезона Взяли много-много-много кубков, в том числе и чемпионских в классе Фронт Экстрим Либо Фронт без ограничений В розничной сети их практически сейчас нету Их цена 8000 рублей И аналогичные Девбонсу динамики от компании Урал Патриот Нео Они чуть-чуть тяжелее Мощность у них такая же 300 Вт И их цена 5980 рублей за пару Мне они, кстати, больше всех нравятся У них такой фактурный кивлавровый колпак Они так богато смотрятся, да? Обращал внимание? Ну да, большой такой Солидно выполнен динамики Каждый из этих динамиков мы вкрутили в наш стенд Усилитель мощности мы выбрали усилитель Pride FR600-2 Мощный двухканальный усилитель Канал у нас будет играть практически на всю И немножко вернули назад, ну, процентов на 85 Источником сигнала будет служить 580-й Пионер Динамики будут отрезаны от 100 Гц во всю полосу И условия для всех одинаковые Сейчас мы по очереди ослушаем каждый из этих динамиков Потом подключим датчик из Pellab С помощью программного обеспечения мы замеряем по громкости каждый из этих динамиков И вы все это дальше увидите и сделаете выводы Для того, чтобы питание было стабильное и просадок не было Мы используем зарядное устройство Mastech Я вот выставлю 14,5 Вольт Будет он, по сути, служить источником питания и позаряжать нашу аккумуляторную батарею Вот пока мы снимали это видео, я вспомнил, что один из вас, дорогие мои подписчики В моем инстаграме написал, что добавьте еще в этот обзор либо динамики Aura, либо динамики TIG Вот мне в руки попали динамики Aura Давайте сейчас просто проведем трэш, крэш, обзор Сколько динамик стоимостью в 1300 проживет от этой мощности, которую мы вливаем в акустику Которая сейчас стоит у нас в стенде и которая сегодня у нас на обзоре Ну что, распаковываем новые динамики и вкручиваем в стенд Ребята, вот эти динамики Aura стоят 1300 или 1350 рублей Хороший эстрадный динамик за копейки Какой выкручиваем динамик? Давай лауцом Или он тяжело влазить, у меня большой магнит Давай тогда вот эту ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, привет! Ну, нагрелся Смотри, дымалка, смотри Гарантия или нет? Я думаю, что гарантия Ну, по-любому Гарантийное обязательство производителя один год Но является это гарантийным случаем или нет Это на усмотрение сервисного центра Дай, ножик Он, кстати, нормально пахнет Помнишь, какие-то были динамики? Вонючие, едкие такие, прям дымичные Аура лучше пахнет? Аура лучше пахнет, да У Ауры Аура лучше Что же у него внутри? Поворотный Ребята, а помните, кто-то из вас спрашивал, вроде вы после тестов оборудования, какое будете продавать, если со скидкой Вот вам один динамик есть Сколько дюймов здесь катушка? Ну, съехала, вот она Загорела В бою Этот купачок для истории надо оставить, да? И вот проволочка прям горелая Горелая прям эти Высыпается Так, ну и сейчас пришло время Померить звуковое давление, которое создает каждый из этих динамиков На МТ-шном треке Это официальный трек формата МТ На 2018 год С помощью датчика из Пель-Лаб Программного обеспечения Единственное, что мы будем мерить На программе, прописанную для Russian Bass Restart Так мы решили, да? Здесь меряет во всю полосу А на МТ меряет до полутора килогерц Поэтому на РБР будем мерить Вот Я сейчас отмеряю метр До каждого динамика И по очереди будем мерить Штатив у нас нормальный Мы уже не скотч используем, а изоленту, видишь? Громкость мы выбираем 52 Она будет одинакова для всех из этих оппонентов Можете писать в комментариях, что одному динамику много Другому мало Спору нет У них разная чувствительность Разные немножко механические свойства У них разные параметры телесмола Но тем не менее Можно, конечно, задрачивать каждый динамик Вытянуть из него максималку Максимальный рез Но мы вот остановимся так И при равных условиях Мы сделаем вывод По заявке производителя Усилитель Pride FR600-2 Отдает в 4 Ома 300 Ватт То, что доктор прописал Это не много, не мало Это идеальные условия Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не тормози У соло нужно отдать должное У них как бы Результат никогда не падает Вот у них что на старте Что в конце Я вот обращал внимание Всегда одинаково Вот у других динамик Например, взять те же даймонды Там раз В момент старта Одна цифра А потом там на 8 единичек Может упасть на 8 децибел У соло, кстати Причем штатский соло Нормальные темы На очереди динамик Лаутсаунд Микрофон мы опустили Субтитры создавал DimaTorzok Твоё заключение Ребят, по факту он громче, да, получается? Но единственное, что из него пошел запашок Но, следовательно, в него мощности летит На 100 Вт больше Его заявки Ну и играет он приятнее, кстати Ну приятнее он играет, да На очередь у нас М60 Neo ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От этого динамика тоже небольшой Запах появился Он колпак нагрелся Еле-еле-еле-еле-еле-еле Вот, я честно Переживаю за Патриот Neo Абсолютно новый динамик Абсолютно первый раз Крутился в стенд Ну не знаю, гарантийный случай будет или нет? Да я думаю, что да Давай, будем надеяться на пропорядочность Я думаю, что он не ляжет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достойно он себе показал Сушка у него пахнет Компак еле-еле-еле-еле Давай сейчас Арнольда вкрутим Что ты говоришь по поводу терминалов? Ну, терминалы Во-первых, вот как вот сюда Допустим, коммутировать динамики вообще Вообще, как куртирует Вот сюда провод какой? 0,75 квадратов надо засовывать? Как ты думаешь? Ну, неудобные конструкции, нужно признать У М-60х Neo, когда коммутируешь В халке там Тимон, наверное, весь исклевался, когда коммутировал А у него все спайну там А, ну... Чё ты спрашиваешь? Где плюс, где минус? Да, вот как мне динаминка Дим, там, по-моему, в инструкции написано Так хуй сберешься Вот хуй сберешься в на то время, да Пока Дима разбирается с коммутацией Как подключить правильно Арнольда Чтобы не переплюсовать их, да Чтобы не перепутать плюс и минус Я хочу подрезюмировать немножко, да То есть у нас, смотрите Pride показал очень достойный результат 131,9 дБ Lao Tsa он показал 132,3 Но нагрелся больше всех Ребят, нужно понимать и делать скачуху на то Что все динамики абсолютно новые За включением М-60 Neo Они стояли у меня два года в Opel Я на них многократно выезжал на замеры Они меня ни разу не подводили Я показывал на них хорошие достойные результаты В том числе и в 2018 году мы стали бронзовыми призерами чемпионата России Именно вот на этом треке, на котором мы и слушали Порадовал Урал Я, честно сказать, недооценивал его немножко Но ввиду своей конструкции, своей цены, я думаю, он фаворит этого теста Ну и заканчиваются подготовительные работы По замеру громкости Арнольдов Сейчас как они покажут себя У них, кстати, тоже мощность 200 Вт Не могу сказать По звучанию я все-таки бы отдал предпочтение динамикам Loud Sound Они живее играют Но на самом деле глупо делать динамик, который будет заведомо хуже Чем, к примеру, фаворит и лидер на рынке Это Pride Solo второй версии Ребят, нужно признать Pride очень достойная модель Я вот прям преклоняюсь перед производителями Они очень живучие Очень достойно играют На них завоевали почти все чемпионские места в этом сезоне Респект, респект Pride Я, честно, тоже выступал в этом сезоне на своей машине на Honda На динамиках Pride Solo только 8 8-дюймовые динамики Я их пережег очень много Немножко слабенькая у них звуковая катушка По сравнению Мне есть чем сравнивать С теми же М60 Neo Pride их я поменял кратно больше Благо то, что у них работает вот эта опция Trade In, как я его называю Сдал старый динамик Доплатил какую-то монетку И мы получаем абсолютно новый динамик Либо можно просто отправить на Recon В город Казань Но это занимает немножко дольше по времени Итак, после долгих стараний Дима все-таки нашел, где плюс и минус у Арнольдов Вернее, не преимущества и недостатки А плюс и минус, где у звуковой катушки Потратил он определенное время на подключение Сейчас они у нас на очереди От той же громкости От той же мощности Но усилитель, если честно Теплее тепленький Тепленький, да, так скажем Так, те же параметры Та же громкость Нужно учитывать, да, у них 200 Вт Датчик вот стоит А мы льем практически в полтора раза больше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ребят, многие из вас, наверное, вхуй, да, таких цифр? То, что такие цифры, это чемпионские результаты, я вам так скажу. То есть там 132, 133, это рекорд РБР на программе, которые мерились. Мы не стали умышленно калибровать датчик, чтобы разница была максимально большой. Но на самом деле разницы практически никакой нету. Лидером у нас оказался Динамик Лауд Саунд. Не зря, да, нам чувак сегодня занес 1300 и говорит, я ставлю на них. Поскольку на прослушки мы не стали использовать Динамик Арнольд, они очень схожи по характеру звучанию и по звуковой передаче с Лауд Саунд ЛС-65. Но вот честно мне, мне Арнольд комфортнее играет. Лично мне вот звук у Арнольда нравится больше. Вы можете долго это критиковать, осуждать, но вот мне этот звук приятней. Диме, к примеру, больше нравится Лауд Саунд. Соло достойно играет, но чувствуется небольшой горбик по сравнению с тем же Лауд Саундом. Лауд Саунд играет приятнее, ну в принципе это все будет слышно. Обязательно пишите, что мы топим за Альфард. То, что мы, блядь, продались Альфард, блядь, у вся наша шкура в Альфарде. Хуй вам, никому бы не продались. Это наши независимые тесты. И вы можете писать очень долго и писать срач в комментариях. И свои диванные комментарии оставляйте как можно больше. Нам это только на пользу. Всегда можете поступить иначе. Вы можете влить в соло там 500 или 600 ватт, как вы любите это писать в комментариях, да. И довольство результатом. Но я честно могу сказать, я вливал. П**бался я их менять. Сгорело их очень много. На финал АМТ в этом году на три динамика соло я подключал один усилитель 5-киловаттный. Апокалипс АБ-4800. Перед замерами я положил сразу два динамика. Хотя дома это все держало. Динамики держали мощность. Но я потом убавил на две единички. И в итоге мы стали бронзами чемпионами России. Да, мы проиграли двум машинам. У одной стояло 8 динамиков, у другой 10. Ну, тут очевидно. Старые добрые динамики М60 Нео. Я им, честно, очень доволен. Играют они, безусловно, попроще, чем новинки. Динамики у нас сейчас в продаже. Мы их продаем с проекта Халк. У нас их порядка 20 пар. Какие-то уже сегодня продали, да? Вчера продавали. Да, продавали. У нас есть они в наличии. 5000 пара. Полный комплект. Коробки, гарантийники, сетки. Сетки даже не ставились. Отправим в любую точку страны. Забыл сказать. Сабвуфер у нас тоже в продаже. DevBonds 315 D1. 8 штук. В идеальнейшем состоянии. Коробки, гарантийники. Ну, по сути, на вид новые изделия. Ну, единственное, что остались следы установки. Да, чуть-чуть размяты. На 25 герцах и ниже. Уралы, на мой слух, играют очень достойно. Но имеют специфический звук. Так же, как и М60 Нео. Но вы должны понимать, что любой динамик в стенде играет по-своему. В машине играет по-своему. Это вот в равных условиях мы когда переключаем кнопочки. Да, мы можем судить, какой лучше, какой хуже. А вот честно, если машина собрана на одних компонентах. С одними твиттерами играет от одних усилителей. А в другой совсем всё другое. Соответственно, и результат. Я вам скажу так. Вот на этих динамиках М60 Нео мы выступали и на Эмми в классе. Громкий, качественный звук и на АМТ, на формате АМТ в категориях концерт. Мы всегда брали призовые места. То есть, всё зависит от того, как вы подойдёте и какой у вас подход вообще к звуку. Вы можете делать настройки по шаблону. Что этот динамик должен играть с А64 и всё это априори. А можете немножко пойти по-другому. К примеру, перед финалом АМТ я использовал эквалайзер. Вот эти динамики я запускал вообще от 100 Гц на замер. Ну, собственно, мы сегодня так же это делали. Но я вам это не советую делать. Дело в том, что вы можете их просто сжечь. Ребят, ну такой вот экспериментальный обзор у нас получился. Обязательно оставляйте комментарии. Обязательно пишите свои отзывы, своё мнение на этот счёт. Мы пиарим или не пиарим Альфард? Мы не пиарим Альфард. И всем пока. Двигайтесь с музыкой. Про этот, про Морель, да, рассказать? А, кстати, здесь маленькие дипломы лежат, да? Щипакин Дмитрий, бронзовый призёр. Спельшоу фронт, это как раз на Халке. На Хонде я на жену регистрировал машину. И спельшоу фронт. И спельшоу мастер, чемпион России. Вот правит, сабвуфер, да, ты хотел, чтобы я рассказал? Да, приходит правит. Вот этот сабвуфер у меня стоял в предыдущей системе. Системе Sound Quality. Это сабвуфер Морель. Это, так скажем, динамик high-end. Вы знаете, какого размера у него звуковая катушка? 5 дюймов. Не один. Смотрите, размер катушки. Это как на Прайдах, ST. ST, да. То есть, вот такой малыш, 10 дюймов. Он играл у меня в закрытом ящике. Он тонально точный. Он очень прекрасно передает басовую составляющую. Он имеет напористый, такой шикарный бас, который именно нужен в машинах, которые готовятся под качество звучания.